Приветствую! Свершилось, свершилось, свершилось. Национальный банк Украины посчитал платежный баланс Украины за апрель. Ну и теперь можем спокойно поговорить, как же валютный рынок Украины пережил или переживает карантин. И внимание на экран. Будет много цифр и табличек. Это же платежный баланс. Итак, первая сенсация. Ну подробно назвать нельзя. Сальдо текущего счета Украины за апрель 2020 года плюс 1,4 миллиарда долларов. Для Украины это действительно сенсация. Как правило, сальдо текущего счета платежного баланса Украины минус. Но если посмотрите за апрель 2019, то было минус 92 миллиарда. Ну если посмотрите 4 месяца, я специально вам выделю отдельно апрель и отдельно январь, апрель, 20-19. Вы видите, что в 19-м году минус, а в 20-м плюс. И плюс довольно большой. Действительно плюс. Полтора миллиарда долларов это солидно. Почему? Сейчас разберемся без проблем. Сначала смотрим сальдо внешней торговли. Апрель 2020. Плюс 148 миллионов. Шикарно. Ну вы же видите, что апрель 2019 минус 824 миллиона. Поменялось. Да. Даже если посмотрим сальдо внешней торговли товарами, то в апрель 2020 плюс 193 миллиона. А в апрель 2019 минус 1 миллиард. Вот так вот. Причем, прощая ваша внимания, что у нас выросло сальдо внешней торговли услугами. 555 миллиардов. Да, этишники подсуетились. Скурить не буду. А в прошлом году тоже был плюс, но меньше. 184 миллиарда. Если посмотрите за 4 месяца, это замечательно. Сальдо внешней торговли услугами шикарное. Сальдо вообще по внешней торговле, ну, понятное дело, что вызывает восторг. Представляете, раньше был такой колоссальный минус, а сейчас там минус маленький. Почему? Ну, давайте я вам покажу внешнюю торговлю, и заодно мы все как бы и увидим. Экспорт. Да, действительно, в апреле 2020 года экспорт упал по отношению к апреле 2019. Ну, незначительно, честно говоря. Ну, там было 3 миллиарда 600... 19 было 3 800, а сейчас 3 600. Незначительно. Это все миллиард. Незначительно. Если даже посмотреть за 4 месяца, ну, падение там, грубо говоря, ой, ничтожное. Ну, 100 миллионов падения. То есть, практически падения нет. Но, почему нет падения? Все внимательно смотрим экспорт продовольствия. Да. И в апреле, и за 4 месяца экспорт продовольствия вырос. За 4 месяца с 2020 года Украина поставила на экспорт 7,5 миллиарда долларов. Это почти на 500 миллионов больше, чем год назад. Обращаю ваше внимание, это в условиях, когда цены на зерно снизились. Как и цены на нефть. Но! Сколько бы вы ни ругали, ни проклинали, ни... Ну, Украина действительно заняла место на мировом рынке. На сегодняшний момент выкручивает руки, скажем, ну, очень многим странам мира. Очень многим. Кушать все хотят. Понимаете? Вот космический корабль, как-то не очень вкусный. Пытались есть. Не работает. Самолет вообще, зараза, не рзется. А кукуруза, подсолнечное масло, мясо, знаете, спрос. Также в условиях падения цен спрос колоссальный. Просто колоссальный. По этой причине, да. Украина зарабатывает на продовольствие. И будет зарабатывать. Ну, если внимательно посмотрим почти 50% экспорта Украины, это продовольствие. И не надо ругать рынок земли. Если запустят рынок земли, там будет не 50, там будет больше. И тогда действительно, на сегодняшний момент Украина уже боится на рынке продовольствия. Тогда будет не просто бояться, а тростись. Потому что от того, как Украина будет продавать, сколько продавать, каких цены, будет определяться мировая цена на кукурузу, на пшеницу, на подсолнечное масло, на мясо птиц. Да, да, да. Украина будет играть главную роль на мировом рынке продовольствия. Покормит людей или не покормит. Будет зависеть от Украины. Обращаю ваше внимание, что за счет дождей прогнозы по поводу засухи отошли. И действительно, в этом году уже ожидает рекордный урожай зерна. До 90 миллионов тонн. Это с учетом всего зерна, как вы догадываетесь. В том числе подсолнечника. Так что все, ребята. Вы пропали. Ну, действительно пропали. Опять Украина будет кормить весь мир. И чертовски хорошо на этом зарабатывать. Я понимаю, что сейчас получилась какая ситуация. Кто не имеет отношения к этому бизнесу, ругается. Кто имеет файл. Это факт. Ну, давайте еще одним глазком глянем на экспорт железной руды. Вырос, вырос, вырос. Ну, да, мы экспортируем железную руду. Но если сравнить, сколько мы экспортируем продовольствия железной руды, ну, продовольствия больше. А теперь экспорт металла. И от этого упал. Вот видите, апрель 2020-2019. Если в 2019-м было почти 900 миллионов. Доработали на экспорте металла. То в апреле 2020-го только 700. Упал, упал. То есть-то есть. Не, ну, в мире сейчас вообще падает спрос на металл. Хотя, как видите, руда спасла. Молодцы. Нет, молодцы. Но, опять же, если посмотрите за 4 месяца. Да, есть падение по экспорту металла. Есть. Но не критично. Ну, грубо говоря, полмиллиарда. Но есть. И вообще, если посмотреть. Да, металл играет. Экспорт металл играет важную роль в экспорте Украины. Но не главное. Продовольствие более главное. И в будущем будет еще больше. Потому что спрос на металл вещь хорошая. Но время от времени он падает. Ну, а теперь насчет импорта. Ну, и какая ситуация. Понятное дело, что в условиях карантина. В условиях вот этого бардака. Какая-то часть людей. Ну, взяла паузу. Решила не покупать новый смартфон. Новый автомобиль. И если посмотреть импорт продукции машиностроения. Вот берем апрель. Да, уменьшился. Причем довольно существенно уменьшился. Посмотрим с апреля 2019. 931 против миллиарда 300. Уменьшился, уменьшился. Да, да, да. А что вы хотите? Я так понимаю, что вот это отложены покупки будущего и в мае, и в июне. Потому что надо же еще как-то разобраться. Накупить деньжат, чтобы покупать новый автомобиль. Так что это и есть. Но все-таки очень существенно на уменьшение импорта Украины повлияло падение цен на нефть и теплая зима. Видите, минеральные ресурсы. Импорт минеральных ресурсов. Это как в основном что? Природный газ, нефть, нефтепродукты. Да, уменьшился. За апрель, ну, очень существенно уменьшился импорт и природного газа, и нефтепродукты. Раньше покупали на миллиард, сейчас тогда на 700 миллионов. Если посмотреть даже за 4 месяца, меньше. Меньше. То есть, то есть. И так и будет. Смотри, какая ситуация. Во-первых, действительно зима была теплая, поэтому точнее газа меньше спалили. Сейчас хранилища газа более чем достаточно. Покупают газ, но не в больших объемах. И нефтепродукты, ну, как вам сказать, действительно карантин подкосил. Ну, какая-то часть людей вообще не ездила. По этой причине не всем нужны были нефтепродукты. Ну, и цена упала, потому что это же все в деньгах. Вот цена на нефтепродукты упала, да, упал импорт нефтепродуктов. Упал импорт минеральных ресурсов. Что есть? Это нормально. Я специально выделил импорт продовольствия. Вы просто меня замучили вот этими глупостями, что Украина много импортирует продовольствия. Нет, абсолютно нет. Если посмотрите, там очень маленькие объемы Украина тратит на покупки продовольствия. Да, рыба у нас морская импорт. Фрукт не спорю. Цитрусы вы не спорю. Но если посмотреть, что Украина экспортирует продовольствия на почти 2 миллиарда, покупает на 463 миллиона. Ну, хватит эти разговоры, что ой, чеснок. Да вот стали вы с этим чесноком. В основном продовольствия Украины это украинское продовольствие. Как и макароны тоже украинские. Я специально немножко выделил по странам. Не выделил, а как вы догадываетесь, М2. Но он почему-то посчитал только за 4 месяца. Не захотел разбирать по апрелю. Ну ладно. Итак, смотрим. Россия. Экспорт Украины в Россию падает. Будет падать дальше. Но если что, год назад было 818 миллионов, сейчас 706 миллионов, потом будет 500-400 и дальше. Импорт из России в Украину тоже падает. Было 2-4 миллиарда, сейчас 1,5 миллиарда, потом будет миллиард. Ну, понимаете, уже разорвали. Я знаю, что есть некоторые политики, говорят, вот, надо восстановить. Я говорю, ребята, уже не получится. Не, я понимаю, что надо. Вот если бы не было Майдана или не рвали так сильно в 2014-2015, да. Но сильно порвали, ребята. Очень сильно. Восстановить. А теперь хочу обратить ваше внимание. Ну, вот на постоянной серике, вот, это, куда продавать будете. Посмотрите внимательно на Азию. Смотрите. Это при том, что, действительно, ну, как бы, что, мировой кризис падает. А экспорт Украины в Азию растет. Причем, если посмотреть, то очень хорошо растет. В прошлом году продали на 4,7 миллиарда. Сейчас 5,5 миллиарда. Запомните раз и навсегда. Да, действительно. Евросоюз был, ну, как бы там, и есть наш главный торговый партий. Да, действительно, туда мы, как видите, вот, продаем продукцию больше, чем на 5 миллиардов. Хотя, в этом году немножко уменьшилось, что есть здесь. Но в Азию увеличено. Неужели вы не можете понять, что рынок Индии громадный? Бангладеш, Китай, тот же Вьетнам, Южно-Корейд. Вы представляете, сколько там людей живет? И сколько там кушать хотят? Да, мы продаем продовольствие. И что в этом плохого? В арабский стран продаем громадное количество. Что в этом плохого? Нет, надо продавать космические корабли. Буркина, Фасо. Да, Буркина, Фасо, только космических кораблей не хватает. Мы, действительно, в Египет довольно много продаем зерна. И металла. И даже продукцию машиностроения. Для электростанции продаем. Ну, больше продаем зерна. Не спорю. Продукцию машиностроения продаем мало. Это и есть. Вот это и есть настоящая экономика. Ну, можете посмотреть таблички. Я их вам их потом продублирую еще в сообществе. Посмотрите. Ну, в принципе, ситуация получилась довольно, как мне кажется, хорошая. Несмотря на карантин, несмотря на кризис, несмотря на все. Хотя временно, но. Украине удалось вырулить во внешней торговле. Почему временно? Я не знаю, что будет дальше. Потому что, смотрите. Вот сейчас деньги увеличатся в людей. Они начнут больше покупать смартфонов. И опять импортно сейчас расти. Но будет хороший урожай. Украина продаст еще больше зерна. Экспорт будет расти. Может, может, может. Осенью, не раньше, начнет восстанавливаться. Рынок металлургии увеличится по ставке металла с Украины за границу. Возможно, цены вырастут на нефть той же осенью. И вот, к сожалению, нефтепродукты уже подорожают. Тогда импорт тоже вырастет. Но сейчас, да. Как вы видите, положительное сальдо внешних торговых. Положительное. А не отрицательное. Даже за 4 месяца. Ну, отрицательное, но очень маленькое. Действительно, для экономики Украины это очень хороший. А теперь, мой любимый показатель. Экспорт рабочей силы. Частные валютные переводы. Ну, вы слышали о том, что очень-очень многие люди уехали. Все, хана и так дальше. Я говорю, нет, ребята. Ну, конечно, какая-то часть людей приехала. Если обратите внимание, специально видео сделал. И показал, сколько людей работает за границу. Сколько, как вы знаете, потенциально людей могут работать за границей. Итак. Частные валютные переводы. За апрель 2020 года миллиард 200. А в апреле 2019 был миллиард. Выросли? Выросли. Как? Да так. Ну, поймите же. Не, я понимаю, что какая-то часть людей даже увеличила частные валютные переводы. Ну, семья на карантине, помочь не спорю. Такая ситуация есть. Если посмотрим за 4 месяца, то в Украину поступило 5,4 миллиарда долларов в виде частных валютных переводов. Экспорт рабочей силы. Год назад было 4 миллиарда. Выросли? Выросли. Не упало? Не упало. Понимаете, какая ситуация? Можно ругать экспорт рабочей силы. А я говорю, ругать не надо. Надо поддерживать. Вот так надо. Ну, и то, что я много раз говорил по зарубежным юстициям. Надо платить проценты, дивиденды. Если обратили внимание, в апреле 2020 года, несмотря на карантин и все, украинские бизнесмены заплатили по различным, скажем, счетам, процентам 523 миллиона долларов. Это у САРСа тоже тут засчиталось. Ну, немаленькая цифра. Но несмотря на то, что по зарубежным юстициям надо платить, за счет того, что деньги гастарбайтеров просто зашкаливают, мы получаем действительно шикарный положительный показатель плюс текущего счета Украины. А теперь смотрим на финансовый счет платежного баланса Украины. За апрель 2020 года минус. Вот так вот. Там плюс, тут минус. А, ребята, минус. Ну, почему минус это можно было ожидать? Ну, во-первых, сальдо прямых зарубежных инвестиций, я вам говорю, ну, нет, нет, смотри, 40 миллионов, это спешно. Вообще, за 4 месяца 2020 года от прямых зарубежных инвестиций в Украину поступило 554 миллиона. И 5 миллиардов от гастарбайтеров в 10 раз больше. Это причиня, когда говорят, надо привлекать инвестиции, говорят, нафиг. Ну, их нет, нет, да, зерезно, ребят. Ну, сальдо портфельных зарубежных инвестиций, вот там сидят как раз ОВГЗ, точнее, ОВГЗ, которые принадлежали нерезидентам. Да, на сегодняшний момент нерезиденты, которые раньше покупали гривни ОВГЗ, сейчас получают погашение, покупают валюту и вводят валюту за рубеж. Да, имеет место. Не спорю. Вот видите, в апреле месяце 288 миллионов долларов нерезиденты вывели за рубеж. На законах основания. Им погасили ОВГЗ, они купили доллары и перечислили за границу. Не миллиарды, но есть. Смотрите, какая ситуация. Как правило, у нас сейчас такая получилась ситуация. Проводят аукцион, банк покупает ОВГЗ. Нерезиденты не покупают, но активно не продают. Они просто ждут погашения. Пришло погашение, получили гривну, купили валюту. Перечислили. Не было погашения, не покупают. И по этой причине сумма, ну, минус, конечно, минус. Сальдо долговых зарубежных инвестиций. А вот это вот уже действительно то, что называется, ребята, перечислили в офшоры. Я много раз говорил, что у нас эта сальдо, она очень четко показывает, как бегает офшор. Да, действительно, наши бизнесмены 450 миллионов долларов переложили на всяк случай в офшор. Если посмотреть за 4 месяца, посмотрите, 3,6 миллиарда. По этой причине, когда говорят 50, 100, 200, 7 миллиардов, говорят, нет, 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 меньше, до 3 миллиарда есть. Причем, если обратили внимание, в прошлом году было меньше. Ну, конечно, карантин напугал, ну, вы бизнесмен, у вас в этом карантине непонятно, давайте так, сейчас я в офшор закину, хай полежит. А там будет видно. В крайнем случае, потом обратно их вернут. Нет, серьезно, серьезно, абсолютно аналогично. Правильный решение. Так что, можете ругать, можете не ругать, но они абсолютно правильно поступили. Ну, непонятно, что будет. Какой смысл рисковать здесь, если можно пересидеть в офшор. А дальше будет видно. Ну, неофициальный валютный рынок, там, ничего радикально не поменялось, там, такие небольшие суммы туда-сюда подвигались. Да, действительно, 28 миллионов, как бы, появилось на неофициальном валютном рынке. Вот эти обменники. Ну, 28 миллионов, а разве это много? Умоляю. Итак, подводим итог. Сальдо платежного баланса Украины. За апрель 2020 года плюс 716 миллионов. Плюс, не минус. В апрель 2019 года было минус 46 миллионов. А за 4 месяца 2020 года сальдо платежного баланса Украины плюс 577 миллионов. Год назад был плюс 283 миллиона. Ну, можно только поздравить. Ну, честное слово, ребята. И, обращая ваше внимание, видите, там внизу показано кредит МВФ. В этом году Украина погасила 550 миллионов по старых недель МВФ. Да, погасила. И в тот же самый момент. Даже если обратили внимание, видите, у нас за 4 месяца все-таки золотой урожительной резервы на 32 миллиона выросли. Ну, там, вы знаете, в апреле, в марте уменьшались, тут выросли, выросли. Вот такая вот получилась ситуация. Ну, действительно, получилась ситуация довольно хорошая. И это одна из причин, почему нет обвала. Почему рынок не обваливает? Он не может обваливаться. Положительный. Положительный факт. Да, действительно, карантин определенный эффект там. Опять говорю, временный. Да, действительно, приток денег астарбатеров, как был большим, так и остается. Да, действительно, в мире любят покушать, и Украина на этом выигрывает. Серьезно выигрывает, потому что спрос на металл падает. Автомобили покупают меньше, а зерна покупают больше, муки покупают больше, мясо птицы покупают больше, сухого молока покупают больше. Кушать хочется, и будут покупать. Вообще, вот этот коронавирус, карантин, он как бы стимулирует спрос на продовольствие. Но не спрос на смартфоны. Что езды. Ну, я так понимаю, Назбал сейчас скажет, что это его заслуга. Не согласен. Я уверен, что, конечно, Шмигаль скажет, что это моя заслуга развития экспорта. Однозначно нет. Ну, повторить одно. Да, действительно, в Украине надо развивать как можно больше оградно-промышленный комплекс. Как можно быстрее запускать рынок земли. Как можно быстрее инвестировать и развивать то, что мы называем сферу услуг. Да, 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 сферу услуг. А не промышленность. Не, промышленность, да, на пищевую металлургию, умоляю вас, ребята. Да, действительно, в Украине надо наращивать экспорт рабочей системы. Это работает. Шикарно работает. Что касается инвестиций, поболтать можно. Их не будет, ребята. Вы же сами видите, сколько я вам не показываю ни другие, третьи таблички. У нас столько говорят про эти инвестиции. Показывают таблички. Где? Где они? Ну, мы сейчас... Ой, прекращаю вас. Да, обращаю ваше внимание, что вчера Украина погасила евробляция на 1 миллиард долларов. Скучно, спокойно, тихо. Действительно, надо дать должное, с валютным рынком как-то получилось хорошо. И это рано. Была действительно паника, когда были карантин. Чисто паника, но она успокоилась. И сейчас, ну, валютный рынок где-то скучный. Когда валютный рынок скучный, это очень хорошо для вас. Значит, нету обвала гривны, нету галлопирующего роста цен. Ну, есть надежда, что ваша зарплата будет расти в добром коленке быстрее, чем будут расти цены в мире. Вот такие информации. Благодарю за внимание. Пишите хороший коммент. До свидания.